Всем привет! Пророссийские политики Украины часто высказывают мнение, что нашей стране необходима федерализация. Якобы федеративное устройство поможет Украине преодолеть внутренние распри и стать более экономически успешной страной. Вы все знаете, о каких политиках идет речь. Главным идеологом федерализации Украины, конечно же, является кум Владимира Путина Виктор Медведчук. Федеративное устройство нашей страны это более оптимальная система устройства государственной власти, чем умунитарная. Но с подобными идеями также носятся и многие другие политики Украины. Например, Борис Колесников, как вы помните, еще в 2004 году организовал Северодонецкий съезд, выступал там и призывал к федерализации, к созданию юго-восточной автономии, а также поддерживает федерализацию, к примеру, лидер партии наших, народный депутат Мураев. На сегодня федеративное устройство нашего государства – это единственный возможный выход из того кризиса, который сложился. Требования федерализации звучали на пророссийских митингах в Донецке и Луганске, как раз в эти дни, ровно пять лет назад. Тогда еще многие наши политики говорили, что этим требованиям нужно уступить. Якобы только так можно остановить развал страны. Кроме того, за федерализацию Украины постоянно выступает российская власть. Например, депутат Госдумы Константин Затулин в своем интервью прямо говорил о том, что федерализация Украины – это цитата, на чем сердце должно успокоиться. А президент России Путин также неоднократно высказывался, что федерализация Украины является желательным для России сценарием. Все, кто выступает за федерализацию, говорят о ней исключительно как о благе для Украины. Якобы все это для нашей же пользы. Но вот на днях один из лидеров сепаратистов ДНР, полевой командир Александр Ходоковский, выступил на своей скайп-конференции и в ходе этой конференции раскрыл истинные планы украинских федералистов. Зачем он это сделал, я не знаю, его мотивы мне неизвестны, но как бы там ни было слова «не воробей». А Ходоковский в своем выступлении рассказал о том, что истинными намерениями сторонников федерализации оказывается было попросту оттяпать у Украины побольше территорий. И в рамках этой федерализации мы имели претензии на то, чтобы все, что можно от Украины, все, что носит признаки пророссийского, оттяпать и максимально мобилизовать, и максимально, так сказать, прирастить к России, прирастить с симпатиями, интеграцией максимальной. Все, что можно, отвоевывать регион за регионом. Поэтому вопрос федерализации с повестки дня не снят. И я думаю, что рано или поздно он зазвенит с новой силой. Но только если в том случае, если вот эти вот оппозиционные силы, которые сейчас стремятся к власти, которые хотят подвинуть Порошенко с его командой, они наберут достаточный для этого вес. Впервые такое признание прозвучало открыто и столь откровенно. При этом интересно, что Ходоковский надеется, что вопрос федерализации вернется в нашу повестку дня, и что пророссийским политикам Украины все-таки удастся в итоге его протолкнуть. Ну что ж, а мы теперь, благодаря вот этому признанию Ходоковского, знаем, что под словом федерализация эти самые пророссийские политики подразумевают попросту развал Украины. Федерализация для них это эвфемизм слова «оттяпать». Так что те, кто думают и говорят, что федерализация, например, могла бы в 2014 году остановить войну, жестоко ошибаются. Федерализация бы только усугубила ситуацию и помогла бы врагам Украины попросту отвоевать побольше территорий. Теперь после такого признания Ходоковского, думаю, имеет смысл просто поставить точку в любых дискуссиях о федерализации, ибо они просто лишены всякого смысла. Теперь вы знаете, что любой украинский политик, который говорит о федерализации Украины, выступает попросту за развал страны, за то, чтобы оттяпать у нас побольше территорий. Такой политик не несет Украине ничего, кроме разрушений, горя и смертей. Это доказано примером Донбасса, где проиграли все, как те, кто выступал за Украину, так и сторонники Российской Федерации, которые хотели отделения. Территория обеднела, денег нет, оборотных средств нет, соответственно, выживают на последний.